Хэй, йоу! Всем привет, дорогие друзья! На связи я, Тумчанский, и добро пожаловать в битву гриферов в Майнкрафте! Со мной сегодня Леонид Хречетов! Всем привет! И это мой тиммейт на сегодняшнюю битву гриферов, в которой у нас, смотрите, против нас разные команды, игроки, они все-таки готовые, все-таки уверенные, хотят затащить, но, разумеется, мы им это сделать не позволим. Поэтому, если вы готовы к этому ролику, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, на канал Леонида, и поехали! Хоп, мы улетаем отсюда быстренько, далеко-далеко в облака. У нас имеются элитры, имеются стейки, что самое главное, и чанки, которые прогружаются очень долго. Тумка, какие у нас на сегодня планы? Значит, смотри, планы у нас такие. В первую очередь, мы должны закопаться немного под землю, блоков, так, буквально на 10-15, а дальше нам потребуется очень много камня, братан, очень-очень много камня! А я идти добывать камень, что ли? Да-да-да, нам потребуется очень много, а именно печек, безумно много печек. Ты готов мне сегодня скрафтить максимально свое рекордное количество печек, которые ты когда-либо крафтил в своей жизни? Да! Отлично! Слушай, у нас сегодня как-то все вверх тормашками, почему-то мы начинаем выживать ночью с зомби-скелетами, и давай максимально осторожно залезем в шахту, так, чтобы нас никто здесь не сожрал. Кстати говоря, ребят, сегодня мне пришла такая идея, почему бы не устроить конкурс между вами? Именно конкурс на привилегии на Рейдмайне, то есть смотрите, я играю на Рейдмайне, где куча разных донатеров, но не у всех моих подписчиков есть возможность купить привилегию, поэтому давайте разыграем одну из них, или даже не, давайте три бесплатно. Это будет Делюкс, это будет Хорус, и это будет Ультра. Для того, чтобы получить одну из этих привилегий, вам просто нужно быть подписанными на мой канал, написать любой комментарий под этим роликом, что вы едите, как у вас дела, чем вы поставили мне лайк под роликом и все в таком духе, а также подписаться на канал спонсеров по ссылке в описании. Ну а завтра я подведу итоги. Так, а ты там где? Я в шахте, копаю уголь. Копаешь уголь? Красиво, так подожди, а в какой ты шахте? Рядом с нашими двумя верстаками. С нашими двумя верстаками, так, ты вам там весело вдвоем? Опа, я залез в какую-то шахту, начинаю добывать камень, и нам нужно с тобой действовать максимально быстро. Кровать наша у тебя? Да, у меня. Окей, значит смотри, пожалуйста, не потеряй, потому что это наша единственная жизнь. Если наша кровать, ребята, теряется, то все, мы проиграли. Итак, я начинаю нашу эволюцию, я начинаю крафтить каменную кирку и добывать железо. Так, а ты чем занимаешься? Я сейчас добываю кучу камня, у меня уже почти стак. О, хорошо, кстати, у нас сегодня имеется, ребята, независимый судья, который следит за всеми игроками. И что самое интересное, он комментирует нашу игру прям голосовым чатом, он может нам озвучить, так сказать, количество команд, которые живые остались. Давайте проверим, протестируем прямо сейчас. Рафаэль, у меня для вас радостные новости, пока что все команды живы и пока что ребята все развиваются. Ну я как радостный, так это же грустно, что все живы, надо всех пойти сломать. Ну что же, у нас тогда имеется двойная мотивация бежать всех ломать и полетели. Смотри, у меня имеется 18 железа уже, ты где? Я добываю наши верстаки. А, вау, 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 я нашел еще больше железа, слушай, ну ладно, пока ты добываешь наши верстаки, я сделаю нам обоим железный комплект, потому что у меня куча железа. И нам не помешает начать уже крафтить наши печки, братан. У тебя много камня? У меня 8 печек. 8 печек, о, слушай, неплохо, но это, конечно, не то, что нам понадобится, нам понадобится намного больше даровок, кстати. Пойди, пойди. Разбийник, убивай этого разбийника. Напал на двину, сверху. Отвлекай, пожалуйста, отвлекай. Отвлекай его пока, хотя бы железо нам добуду. Как я, наверное, ребят, еще вам не успел сказать, сегодня мы будем строить базу, связанную с печками, она будет впрятана реально в печках. Что это будет за база, сейчас вы поймете, и в этом имеется небольшой подвох, но это подвох не для нас, а для наших противников. Потому что даже если они смогут откопать и найти нашу базу, они не смогут сломать нашу кровать. Вы спросите, почему? Скоро все узнаете. Итак, крафтить нам железный комплект брони, кстати говоря, нам сильно фартануло, потому что прямо перед нами я вижу деревню. Держи нагрудник. Так, сколько у тебя имеется печек? Давай, не расстраивай меня только. 33 печки. Боже, окей, это довольно интересно звучит. И вы, наверное, тоже не понимаете, ребят, ну для чего им нужно столько печек? Камон, полстака печек. Почему мне два нагрудника снизу? Ой, блин, тогда дай мне один. Дай мне один, я не откажусь. На самом деле, полстака печек нам, может быть, даже не хватит для моей задумки. Но сначала нам нужно добыть немного дерева, сделать нам щиты и отправиться в деревню, потому что через одну минуту начнется пвп и все смогут уже нас убивать. Ты готов драться? Давай, расскажи мне, вот скажи мне по десятибалльной шкале твои навыки в пвп. Не знаю. Конструктивный ответ. Ладно, пока ты будешь думать, я сделаю нам по одному щиточку с тобой. Так, стоп, не понял? Опа. Забирай свой щиток и все, погнали в деревню. Вдруг, вдруг, я просто говорю, вдруг ее еще никто не лутал. Я думаю, это вряд ли, потому что она находится на нашей карте. Да, да, да. Шансов очень мало и я тебя готов обрадовать или даже расстроить. Тут вообще нет кузницы, поэтому нам немножко не больно. Точнее нет, она есть, но она за барьером. О май гад, мы не можем ее залутать. Минус кузница. Ладно, погнали строить нашу подземную базу. Короче, смотри, бежим за мной. У меня есть идея, где ее построить вот прям под курицей. Вот прям берем и под курицей начинаем делать подкопы. Прыгай ко мне сюда вниз и прямо здесь начинаем с тобой создавать базу. Причем теперь аккуратненько мы застраиваемся с землей, чтобы нас никто не спалил. И начинаем застраивать нашу базу. Для начала мы делаем лоем. Ты что, курицу убил? Не, случайно. Это был наш единственный питомец, и ты от него избавился. Убрал наш единственный источник мяса, блин. Ладно, окей. Благо у нас хотя бы имеются стейки. Итак, смотри, я делаю 26-й же верстак на сегодня. Ты, пожалуйста, поставь нашу кроватку, чтобы мы могли зареспавниться. Эээ, окей. Так, ставь нашу красивую красную кроватку. Да куда-нибудь ее поставь уже. Все, хорошо, поставили наш сетхом. И теперь, друзья, самый коронный момент. Итак, выбрасывай мне все печки. Держи. Так, печки у меня есть 34 штуки. Значит, смотри, что мы сейчас делаем. Прямо сейчас, друзья, я делаю стены из печки для того, чтобы создать видимость того, что это наша база. Да, смотрите, это наша база. Но что самое веселое, я возьму и сломаю нашу собственную кровать и перемещу ее в другое место. Я сделаю здесь ощущение того, что нас как будто бы загрифили, или как будто здесь уже кто-то был, и нас просто обокрали. Я возьму также скрафчить себе сундучок, поставлю его сюда. И оставлю там некоторые только вещи, чтобы сделать вид, что да, это наша база, нас загрифилили. Но на самом деле, никто не знает, что за этими печками у нас будет скрываться наша настоящая база. Я поставлю сюда нашу кровать. И никто, поверьте, даже не подумает сломать печки, потому что печки никто не ломает, их всегда лутают. Да, это многоходовочка. Так, быстренько выныривай сюда ко мне. Сделаем здесь еще одну комнату, в которой как раз таки будет наша база. Но найдет ли ее кто-то, вот это реально вопрос. Потому что даже если нашу базу кто-то сможет найти, вряд ли они додумаются сломать печки и искать. Потому что, увидев вот это вот, они поймут, что здесь лежала наша кровать и ее уже сломали. Все, также нужно восстановить это все гранитом, чтобы все было беспалевно. И поставим еще один гранит сюда для беспалевности. А, слушай, по-моему, это все разупалевно. Давай лучше сделаем немного по-другому. Например? Например? Вот так вот. Ну, кстати говоря, да, смотрится гораздо лучше. Белый к белому нормально смотрится. А тут ощущение, что нас загрифилили. Ну и все, теперь, друзья, мы можем спокойно выбираться на поверхность и со всеми драться. Кстати говоря, у игроков я уже вижу нашего первого противника. Это хакер-аноним, и он куда-то от нас бежит. Он заметил сильную команду и решил сразу же от нас удрать. Так, а где его тиммейт, интересно? И чувак просто берет, смотри, он просто берет, останавливается, чтобы дерево добыть. Братишка, ой, тихо-тихо, он меня убить пытается. Брат, помогай быстрее, он меня убить сейчас пытается. Бей его, бей его по голове, хорош, по ногам. Так, а быстренько еду остудиться немножко в водичке. Потому что он чуть меня не убил. Хорошо, но вот где его тиммейт? А как и не было? Если он где-то здесь неподалеку бегал, значит, наверное, тут и неподалеку его база. Или же его тиммейт. Что, они поругались, и он ушел, что ли? Интересный факт, но мне показалось, что где-то здесь я только что видел никнеймы. Либо это под лавой, либо... Так, подожди-ка, тут какие-то подозрительные... Я ушел в раскопки, я ушел в подозрительные раскопки. Давай, я вижу никнеймы, быстрее, помогай, помогай, брат, помогай. Тихо-тихо, меня убивают, меня убивают, я случайно в лаву провалился. Давай, фигарик. Так, я ломаю кроватку, все, сломал кровать. И все, найс, минус одна команда. Итак, мы уже имеем черную кровать, что довольно неплохо. У них какие-то вещи были, ну, оранжевая кроватка у них... А, стоп, они кого-то убили. Получается, мы получили сразу же два трофея, довольно неплохо. Так, выбираемся отсюда. У меня не одной кровати. Счастливо тебе оставаться. Ладно, выбирайся, а я пока что подумаю. Так, тут какие-то блоки земли тоже подозрительные. И вот люди очень часто сами себя парят вот этими всякими блоками земли. Поэтому надо аккуратненько присматриваться. И вроде больше нигде никого не видно. Что же земли могут делать овцы? Ох, слушай, едят траву. Ну, да, делать да, но ставить два блока в ряд сомневаюсь. Важная информация для вас, Рифаэль. Вы сломали черную команду, но один игрок всего еще жив. Опа, на, не понял. Это что за негодяй такой, который сбежал от нас? Леонид, ты видишь его где-то? Сумка, я тебя не вижу. Ты никого не вижу. Я вообще гуляю по пустому полю. Гуляет по поляне, братан, пока я тут ищу команды и всех остальных. Я не знаю, чувак, у нас проблемы. У нас сбежал один черный чувак, и нам нужно его найти, а не гулять по поляне. Игроки, у меня для вас важная информация. Только что была уничтожена голубая команда. И только что я нашел черного. Кстати, там великолепные новости. Слушайте, так осталось совсем мало команд. И чувак, который от нас бежит. Так, куда же ты от нас убегаешь? Куда же ты от нас, братишка, убегаешь? Давай, давай, далеко не без вида, от смерти не убежишь. Итак, инструменты мы запол... Я вижу никнеймы, я вижу никнеймы. Я тоже вижу никнеймы, и я вижу приставку владелец. Мне кажется, там вортифайр. На шефте аккуратно спускаемся вниз, чтобы они нас не спалили. И в скором времени у меня сломается каменная кирка. У тебя до сих пор каменная кирка? Да, у меня до сих пор каменная кирка. Ладно, без паники. Не переживай, у меня есть еще две каменные кирки. Ха, неплохо, ладно, кидай мне одну тогда. Я ощущаю присутствие лавы. Я слышу ее рядом, но я не слышу наших врагов. Где они за... Опа, я нашел какую-то шахту. Так, подожди-ка, тут какой-то барьерчик, тут шахта. Я вижу камень, я вижу их печки, чувак. Их ресурсы украдем быстрее. Так, воруй, воруй ресурсики. И ничего им не оставим-то. Хорошо, они где-то рядом. Братан, мне нужна твоя халпа теперь. Что? Нам нужно их найти и убить, как бы. Это наша основная задача. Ну, куда они сбежали? Я ломаю их печки. Зачем печки ломать? Мы ресурсы так их ограбили уже. Нас печек достаточно. A few moments later. Опа, ребятушки, ребятушки, я вижу их. Я вижу одного из них, это Фанзи. Фанзи и вортифайр, причем обалдеть, они залутанные. У них алмазки, скидываем в лаву, скидываем в лаву. Давай, помогай, 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 Леонид. Бей его по голове, бей его по ногам, по чему-нибудь. Так, он пытается лаву разлить, тихо, не получается. Отлично. Живи, живи, брат, живи, 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 живи. Я отвлекаю, я Фанзи залил тоже лавой. Меня убили. О май гад, хорошо, я залил его лавой, он начинает умирать. Я сейчас... Это в вашей базе. Так, хорошо, у него где-то имелся здесь алмазы топор. А, я его не подобрал, потому что вортифайра. Какие-то проблемы, он умирает, у него инвентарь начищается. Ладно, я аккуратненько шифтом сейчас подкрадусь к Фанзи, постараюсь его убить. Он явно потерял много ХП, потому что он горел долгое время, но он уже мог восстановиться. Поэтому нужно быстренько его догнать, он где-то тут около Гравия. Я знаю, что ты где-то рядом, выходи, братишка. Так, так, ребята, этот у нас побег уже не на жизнь, а на смерти Фанзи как раз-таки хочет жить. Потому что он от меня всеми силами пытается удрать, мы уже выбежали на поверхность, и он начинает от меня убегать. Так, устроить столб наверх, окей, я как настоящий Бэдварсер бывший. Начинаю строиться вверх, но если бы у меня еще был какой-то лук, было бы, конечно, замечательно. Рядом с нами, благо, есть вода. Если вдруг он попытается меня скинуть, то я упаду в воду, поэтому насчет этого я особо сильно не переживаю. Даже если он прыгнет прямо мне на голову, я хотя бы... А, окей, молодец, я... А, у меня полсердечка осталось, что это только что было? О, боже, это было самое фейловое падение в моей жизни, но у меня появился алмаз и топор от Вортифайра. Лава в инвентаре, и я не знаю, как мне теперь его убивать. У него есть стрелы, но у меня нету лука. Хотя, блин, у меня и снежков с собой нет, блин, чем я могу в него побросаться? Подожди, он еще и улетает от меня, а он улететь куда-то решил от меня. Значит так, Леонид, нам нужно срочно встретиться, чтобы я тебе передал ресурсы, чтобы мы вместе его убили. Ребятки, у нас какое-то вторжение, вторжение на меня в Вортифайра, причем у меня плохие проблемы. Чувак, у меня проблемы, помогай быстрее, Леонид, у меня одно сердечко. Леонид, быстрее помогай, у меня просто все очень-очень плачевно. Я еще... О, мой гад, я иногда замедляюсь очень сильно. Надо быстренько перекусить. Так, хорошо, братан, я бегу тебе помогать, держись. Я гонюсь за Вортифайром. А я сгоряюсь с помощью элитра. Слушай, мне нужен один нагрудник, который я случайно тебе выбросил. У них какая-то странная стратегия под названием удирать. Вот честное слово, они просто максимально от нас удирают, и благо с помощью элитра можно очень быстро догнать любого оппонента. Но у них они тоже, правда, есть. Я не знаю, у них... Они просто бегают, они все время просто бегают. Итак, ребята, я забрался на вершину горы, так сказать, чтобы сделать этот эпичный полет вниз. Прямо, 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 ему на голову, давай! Най! Прямо, ему на голову, найс! Я убил его! О май гад, это было очень эпично, вот это реально была месть. Это была самая настоящая месть. Я отобрал у него нагрудник, и теперь надо быстро убивать Вортифайра. Я не знаю, он, наверное, офигел, я упал ему прямо на голову. Все, что осталось, это убить Вортифайра, но он, зараза, убегает. Поэтому мы берем, надеваем на себя элитр и начинаем просто ускоряться. И через 3 секунды мы уже его догоним. Все, разок ударили его, еще разок ударили, третий раз ударили, и... Все, мы его убили. Так, 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 самое интересное, это то, что я вижу какой-то никнейм, который куда-то поднимается, и он нажал на жив, то он понял, что я рядом... Стоямба, это чувак, который он меня даже не заметил! Он меня даже не заметил! Чувак, ну ты, конечно, краса, ну ты просто бодибилдер! Так, тихо, он сломал мне щит, надо его скинуть из высоты. Давай, давай, беги за ним! Не отпускай его с виду. Так, смотри, я сейчас беру, заменяю нагрудник на элитр, и начинаю полет прямо за ним, ну все. Ему повезет, если он будет жив еще 10 секунд, потому что я думаю, через 3 секунды его уже не станет. Найс, мы заработали тебе еще один нагрудник алмазный, забирай. И у меня теперь появилась собственная тактика в битве гриферов, это использовать элитру, когда нужно кого-то догнать, и использовать нагрудник, когда нужно кого-то убить. Но, по всей видимости, он был где-то здесь неподалеку, значит, так, жива ли у него база? Рафаэль, у меня для вас радостные новости, всего лишь осталась одна команда, и это команда Фиолетовых. Команда Фиолетовых? А, это получается команда Вортифайра и Фадис, с которой мы сейчас дрались. Окей, ребята, это битва титанов 1 на 1, и нам нужно найти их базу. Ты нашел их базу? Мне кажется. Это было бы здорово, потому что я бы не хотел, чтобы они первые нашли нашу базу. Так, 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 я, кажется, вижу наших последних противников, это Вортифайр, который только увидел нас, сразу бежать начал. Посмотри, посмотри, как он все направленно текает от нас, за ним. Давай, Леонид, запускаем погоню, и смотри, скорее всего, его база должна находиться где-то неподалеку, если он здесь находится, и они залезут на дерево, зачем? Подожди, они пытаются остаться с высоты, да, они пытаются с высоты нас кинуть, давай, давай, быстрее. Нападай на них, пока я хаваю, регенерируюсь, давай, ты нападай на одного, я бегу за другим. Фанди явно не рад, что я тогда украл его на грудник, поэтому он попытается мне отомстить, но я не позволю этому случиться. Главное немного перекусить, чтобы не умереть, давай, давай, давай. Ой, он левает. Он не левает, он не левает, он так полетает, временно растянет, так сказать, с удовольствием. Попытается оттянуть неизбежно, но, как вы уже знаете, мы ему далеко уйти не позволим, поэтому раз, ударь его, так, стоп, стоп, стоп. Давай, давай, раз, ударили его, отлично, второй раз, третий раз, нет, он эндерперлу спел кинуть. Окей, тогда бьем вортифайра, у которого нет, надеюсь, эндерперлы. Откуда у них вообще появилась эндерперла? Тихо-тихо, я сейчас могу умереть, я сейчас могу умереть, поэтому аккуратненько юзаем щит. Фанди умер, Фанди умер, Фанди умер, Фанди умер, реально? Товорезы выпали. Он реально умер, подожди, он заспавнился где-то здесь, он заспавнился где-то около деревьев. Меня убивают. Так, братишка, братишка, я бегу тебе помогать, Лан, я бегу тебе помогать, надо убить вортифайра. На меня двое напали, на меня двое напали. Помогай, брат, помогай, брат, нужно убить вортифайра, у меня даже считание. У меня мало хп, очень. Хорошо, хорошо, тогда кушай стейки. А я беру щиток и готов идти убивать вортифайра. Мы как только его убьем, мы поймем, где они спавятся и сможем сломать их кроватку. Давай, 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 еще один, дарна, изумили его так, подожди, где он заспавнится? Где-то на этой горе, где-то на этой возвышенности они появляются. Он появился на дереве, на дереве. На дереве? Слушай, ну на дереве так, на дереве так. Подожди, подожди, пока ты отвлекаешь их внимание, я быстренько поднимаюсь к ним на базу. Так, где-то... Я их очень мощно отвлекаю. Ага, все, я их еще и сломал. Все, братишка, я сломал их кровать, теперь смотри. Я устраиваю эпичнейший полет сверху. И такой, хопа, прямо на голову к вортифайру. Бац, один раз ударили. Меня убили. А, осторожно, брат. Меня Фанзи убил. Хорошо, я убил вортифайра, мне осталось только убить Фанзи. Осталось понять, где он находится. У него сейчас вся моя комплектация, все, все броня, так что будь осторожен. Так, подожди, а где он находится? А, все, не надо отвечать, я уже знаю, где он находится. Ну давай, братишка, давай побегаем. Я так уж и быть тоже взял элитру. И посмотрим, кто быстрее. Так, стоп, стоп, подожди. Юзаем наше ускорение. Так, давай, давай, главное догнать его. Молня Маквин в деле и... Три, два, один, хопа. Так, мы оба промазали. Оба промазали два профессионала в Майнкрафте. Так, один удар есть, два удара есть. О, май гад, у меня мало жизни, у меня очень-очень мало жизни. Да, я убиваю его. О, боже, еще один удар с топором, и он по любасу меня убил. Но в этой битве, ребята, мы не позволили этому случиться. И мы просто одержали победу. Короче, Леонид, я тебя и нас вообще поздравляю. Мы смогли одержать победу, залутали. Обалдеть, сколько алмазок, сколько разных крутых вещей у них было. Сломали почти все существующие кровати. И если вам понравилось, не забывайте, что делать. Подписываться на наши с Тумкой каналы. Абсолютно верно. Ставить лайки, подписываться. С вами был я, Тумка и Леонид. И всем пока-пока.